Диагноз кисты яичников Используя ультразвуковую диагностику при исследовании яичников, мы часто сталкиваемся с полостями, заполненными жидкостью Что это за полости? Это могут быть фолликулы на разных стадиях, стадии регрессии желтого тела, аннууляторный фолликул, так и кисты, причем кисты встречаются фолликулярные и кисты желтого тела Что такое фолликулярная киста? Фолликулярная киста это фолликулярная полость, наполненная жидкостью диаметром не менее 25 мм, которая не способна овулировать Причем на яичнике нет желтого тела Киста нарушает работу цикла, как правило укорачивая его И чем больше и чем дольше киста находится на яичнике, тем короче интервалы между стадиями возбуждения и спокойствия Коровы, такие коровы находятся постоянно в поиске, как бы постоянно в охоте Они могут приходить в охоту каждые 10 дней, или 12 дней, или даже каждые 5 дней И если это сильно уже запущенная киста, сильно запущенный случай, который переходит в нимфоманию Такие коровы могут быть в состоянии охоты постоянно, ежедневно Киста желтого тела это полость или полости, заполненные жидкостью внутри желтого тела Что же провоцирует развитие кист? Точной теории о том, что именно провоцирует развитие кист в настоящее время нету Но точно известно, что нарушение работы гипоталамо-гипофизарно-гонодарной оси Под действием эндогенных и или экзогенных факторов В частности, это хронические инфекционные заболевания матки и придатки Дефицит йода и других минералов Дисбаланс в кормлении и отсутствие эмоциона Как диагностировать кисты? Конечно, лучше всего использовать УЗД аппарат С помощью УЗД аппарата мы можем не только выявить кисту Но и дифференцировать фолликулярные кисты от кист желтого тела Рукой также нетрудно найти кисту, но тяжело ее дифференцировать То есть фолликулярную кисту от кисты желтого тела А также от других образований, наполненных жидкостью яичника Других полостей Но эта проблема решается использованием комплексных Сложных протоколов лечения кисты Включающих разные гормональные средства Влияющие как на фолликулярные кисты Так и на кисты желтого тела Перед тем, как перейти к протоколам лечения Я хочу отметить, что кисты очень редко Самостоятельно рассасываются Поэтому терапии с помощью гормонов не избежат И боже упаси вас давить кисты руками Это как и с вылучиванием желтого тела Прошлый век Это, во-первых, не решает проблему Не корригирует гормональное состояние Гормональный баланс организма И это только маскирует проблему То есть у вас создается впечатление, что вы решили проблему Но на самом деле проблема осталась Откорректируйте рацион Примените витаминно-минеральные комплексы Вылечите эндометрит И тогда приступайте к гормональному лечению Для лечения кист применяют Простагландин, гонодорелизинг гормоны А также прогестерон Итак, рассмотрим протоколы лечения кист У крупного рогатого скота В день постановки диагноза Фолликулярная киста, нулевой день Иницируем 2-3 мл гонодорелизинг гормона Гонолина Если есть подозрения на кисту желтого тела Дополнительно на 10-й день Иницируем внутримышечно 2 мл простагландина F2-альфа Например, броэстрофана Более сложный протокол предполагает На нулевой день Гонолин 2 мл внутримышечно На седьмой день В 9.00 гонолин 2 мл внутримышечно На четырнадцатый день В 9.00 броэстрофан 2 мл внутримышечно На пятнадцатый день Броэстрофан 2 мл внутримышечно На шестнадцатый день В 19.00 гонолин 2 мл внутримышечно И на семнадцатый день Искусственное осеменение В 9.00 утра Протокол с использованием прогестерона предполагает в нулевой день ввести 10 мл 10% прогестомага, на шестой день 2 мл гонолина в мышце, на тринадцатый день броэстрофан 2 мл. Также вы можете использовать прогестероновые устройства, такие как сидр, предельта, крестар в комбинации с гонолином или другими гонодолизин гормонами. Также для лечения фолликулярных кист применяют Харулон 3000 международных единиц, внутривенно, одноразово. Для лечения кист желтого тела применяют Броэстрофан в дозе 2 мл в мышце, одноразово, или Динотром в дозе 5 мл в мышце, одноразово. Друзья, нужно понимать, что выбор протокола индивидуален для каждой фермы или даже для каждого специалиста, потому что он зависит от многих факторов, прежде всего от точности диагностики, то есть использования УЗД-аппарата, опыта использования УЗД-аппарата, либо вы диагностируете просто рукой. Также подбора гормональных средств, их качества, их эффективности, а также их цены, потому что экономику нужно учитывать всегда. Друзья, если вы используете те или иные проверенные схемы, работающие схемы лечения кист яичников, пожалуйста, делитесь с ними, опишите их в комментарии, очень будет интересно узнать, чем вы лечите, что эффективно, ну и, соответственно, возможно, попробовать что-то новенькое. Берегите себя. До свидания.